как выглядит фасад большого академического театра оперы и балета знают наверное все у нас стране между тем тот вот парадный вход это наверное все таки больше для зрителей для тех кто сидит в зале для тех же кто выходит на сцену есть вот этот служебный кстати и в знаменитом миланском театре ла скала и в нью-йоркской metropolitan опера наверняка та же самая ситуация и у нас стране есть буквально пару человек которые знают об этом наверняка одна из них заслуженная артистка беларуси медсо сопрано оксана волкова какая она жизнь оперной дивы с изнанки и снаружи мы попытаемся узнать проведя с ней обычный день а Я в детстве мечтала быть мультипликатором. Мне показалось, что это такая редкая профессия, что, наверное, не каждый мечтает стать мультипликатором, и у меня есть какие-то шансы им стать. Но с течением времени я поняла, что рисунок – это не мое. И действительно, Оксана – первая белорусская, которая за последние сто лет открыла сезон в «Метрополитен опера» в Нью-Йорке, исполнила партию Ольги из Евгения Онегина. В июне 2015-го мечта каждого оперного певца этой планеты дебютировала на сцене прославленного Миланского театра «Ласкало». Заслуженная артистка Беларуси и, по совместительству, студентка, причем второй раз в жизни. И в этом же учебном заведении. Но снова по велению сердца. Ведь в первый раз поступала все же вопреки воле родителей. Оксана окончила школу с медалью и занималась на подготовительных курсах технологического университета. Спасло только то, что в Академии музыки экзамены были раньше. И она их отлично сдала. Честно вам сказать, я еще даже не сразу представляла, что я буду именно оперной певицей. Когда я поступила в нашу замечательную Белорусскую Академию музыки, мне просто нравилось петь. Я не знаю, наши дети, мы им долбим с детства, что надо кем-то стать, что надо выбрать свою дорогу, стезю. Но вот со мной никто так не разговаривал. И, может быть, поэтому я сама определилась. Я занималась тем, что мне нравится. И только вот, кстати, тогда, когда я попала в оперный театр и увидела, что здесь, в принципе, неплохо, вот тогда у меня уже созрел конкретный план. А родители не музыканты? Нет, у меня мама учитель математики, а папа военная. В прошлом году Оксана поступила на факультет оперной режиссуры и теперь с завидным постоянством и исключительно стоически преодолевает свою международную занятость. Когда получается, учебный процесс идет. А если нет, то нет. Сессия у меня на пересдачу пошла. Вот буквально у меня месяцок есть, чтобы подтянуть все хвосты. И преподаватели здесь никаких скидок не делают? Что вот в Ласкало пели, в Метрополитонопера пели, а вот и на пересдачу. Я сама себе скидок не делаю, потому что я понимаю, что образование серьезное, надо учиться. Если уже поступил, то мертвый, живой, свободный, занятый, и должен это сделать. И постараюсь, я обещаю, что я сделаю все возможное. Благо от консерватории Национальный академический большой театр оперы и балета совсем недалеко. График работы у нас замечательный, потому что в основном ты планируешь его сам. Если есть спектакли, тогда есть репетиции к ним, но их тоже не так много. Что-то учишь, что-то занимаешься, но это не так, чтобы от зари до зари, там с девяти до шести. Такого нет. Расписание достаточно гибкое, можно его подстроить под себя. Поэтому время есть еще на какие-то дополнительные проекты. Мы сотрудничаем и с симфоническим оркестром филармоническим, и с другими коллективами. Если бы вы мне еще зеркало открыли рукой, было бы вообще замечательно. Сейчас репетиция, причем вот совпадение. Постановки знакомы еще со студенческой скамьи. Это был мой дипломный спектакль. Я выпускалась «С царской невестой» в партии Любаши. И с тех пор это одна из моих самых любимых ролей. Вот говорят, что творческие личности – большие дети. Оксана подтверждает. Говорит, что без приколов, подколов, шуточек, партнеров на сцене не обходятся. Конечно, только во время репетиции. Наши особенные партнеры очень неостроумные, к сожалению. И все время пытаются меня как-то наколоть, подколоть, чтобы я рассмеялась. А я и рада стараться, потому что очень смешливая и очень реагирую на все это. А роль серьезная, требующая такого драматического наполнения. Я, конечно, надеюсь, что они поведут себя как честные люди и на спектакле не станут этим заниматься. С этой постановкой на сцену к зрителю хоть сейчас. Но бывают и другие ситуации. Все зависит от того, сколько раз, где и при каких обстоятельствах партия артистам исполнялась. В общем, сколько времени он потратил на нее до этого. Если это дебют в роли, конечно, нужно поработать серьезно. Минимум месяц, каждый день репетиции. Плюс до этого впивается роль. Клавир обычно страниц 400 надо выучить на иностранном языке. Как правило, ансамбли. Ну, работа такая достаточно кропотливая, но интересная. Большой театр оперы и балета для оперного и балетного белорусского народа – дверь в большую космополитичную жизнь с разъездами и выступлениями на культовых сценах. Это сейчас Оксана на афишах. Но изначально отношения с большим начинались с малого. Сначала я пришла в театр на какой-то спектакль. Я была студенткой, наверное, первого или второго курса консерватории. И мне так понравились холлы зрительские, все в золоте, в мраморе. Я помню вот эту свою мысль, которая потом материализовалась, что я подумала, неплохо было бы здесь работать. Такое хорошее место, коридоры широкие, так комфортно, диваны. Это правда. Нет, мне просто необходимо сюда попасть. И на третьем курсе консерватории я провернула коварный план по убеждению моего педагога привести меня на прослушивание. Но сделала это умно, дождалась какой-то такой очень хорошей ситуации, когда одна певица осталась жить во Франции, ведущая вторая ушла в декретный отпуск. И оголились некоторые перспективки. И мое прослушивание было удачным. Роли поначалу предлагали, конечно, тоже невеликие. Первая – «Царевич Федор» в опере «Борис Годунов». Исполнять ее довелось дважды в жизни. Дебют в «Большом» и на следующий день после этого. И все. А многие вещи в своей жизни именно вот так вот просчитываете, вот так вот скрупулезно? Скорее не просчитывая, просто вот я их думаю, держу в голове и думаю, ой, тут неплохо было бы, что было бы вот так. И что-то делаю для этого. Но, как мне кажется, в этом отношении не должно быть такого большого фанатизма. Вот я должна спеть в ласкало, вот чего бы мне этого не стоило. Или еще что-то. Когда ты на какой-то цели очень сильно не концентрируешься, это тебя, ну не знаю, вот как будет, так будет. Все должно быть легко. И в моей жизни так все и было. Выход после «Большого» на еще большие сцены – дело непростое. Со слов Оксаны, оперная индустрия работает следующим образом. Каждый театр сам определяет политику кастингов. Конечно, есть топ-певцы, которых считают за честь пригласить в любой театр. Но их расписание очень плотное. И порой графика расписан на много лет вперед. Тогда театральные агенты ищут новые имена. Ездят на престижные конкурсы, устраивают прослушивания, на которые съезжаются артисты со всего мира. Существует система международных агентств, у которых есть база данных с записями исполнителей и послужным списком. У белорусской «Дивы» были случаи, когда приглашали в постановку, просто послушав на YouTube на другом конце мира. Все-таки агентства упрощают жизнь. Об условиях работы договаривается не артист лично, а агент, что повышает уровень договоренностей. Агентства упрощают жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я уже сейчас меньше переживаю насчет того, что меня где-то куда-то не взяли. Я наоборот радуюсь, что ого, я дома, я могу поехать в лес, я могу побыть с детьми, я могу спеть в родном театре, я могу сделать фотосессию с моим любимым фотографом. У меня есть на это время, наконец. Поэтому в любых моментах я вижу позитив. Субтитры создавал DimaTorzok Магдалены, по ее словам, чувствует себя вполне комфортно среди признанных звезд. Как рассказывает Оксана, Метрополитен Опера понравился четкой организации всего процесса. Начиная от подбора парика, костюма, времени работы, расчета, времени отдыха. Между спектаклями, как правило, четыре дня отдыха. И даже если ты заболел, есть возможность прийти в себя. В некоторых театрах эта система отсутствует. Если ты участвуешь в постановке, то поешь 7-8 спектаклей, что ценно, потому что ты определенное количество времени находишься в одном материале и не отвлекаешься. Кстати, в Нью-Йорке очень много русских певцов-выходцев из бывшего СССР, поэтому там иногда можно чувствовать себя как дома, особенно, когда русский в буфете можно услышать даже чаще, чем английский язык. Честно говоря, я попала туда достаточно легко. Меня просто услышали и пригласили. Следующий спектакль у меня был Евгений Онегин. Мне пришлось уже приложить усилия. Слетать на кастинг, сделать документы, отправить записи, потом ловить маэстро Валерия Гергиева, который очень занят для того, чтобы ему показаться. И тут я, конечно, поработала. Поэтому, может быть, не так все просто было. Но, конечно, я все равно недовольна. Я не считаю, что это такое прям очень большое достижение. Мне кажется, что это просто какая-то ступень, которая должна куда-то вывести меня дальше. А сейчас по делам семейным. Представьте себе, все это сочетается с функциями мамы двоих детей-школьников – старшей Ренаты и младшего Арсена. Кстати, не ожидает, что они пойдут по ее стопам. Для максимальной свободы выбора Оксана с мужем дают детям возможность реализовать себя в разных областях. Помимо школы – различные кружки, дополнительные занятия, куда надо детей возить и откуда забирать. Оксана, когда в Минске, стремится делать все это сама, так как чувствует перед детьми долг за периодическое отсутствие. По времени белорусская столица и остальной мир делятся в жизни артистки в соотношении где-то 50 на 50. Маме двоих детей никогда не бывает скучно или нечего делать. Потому что у нас много дополнительных занятий, кружков, плюс есть выходные, и мы проводим досуг всей семьей очень разнообразно. Не любим сидеть дома, куда-то выбираемся. И много у нас построено всяких развлечений в Минске, аквапарки есть, и парки развлечений, и кино мы очень любим. И ни одни выходные не проходят дома. Гости, мы любим ходить и по утрам, и по вечерам, и сами принимать гостей. Поэтому всегда есть что делать. К примеру, сегодня с дочкой Элинатой везут к ветеринару Мейсона. Да, в честь того самого, из Санта-Барбары. Правда, кот уже, в отличие от харизматичного адвоката, не альфа-самец. Видимо, поэтому и перепугался, не на шутку, очередному визиту в эти стены. Он сейчас просто волнуется. Обычно он очень кусачий и царапучий. Кот ожидает прививочка. Все самое страшное с ним уже произошло в этой клинике год назад. Поэтому мы теперь уже все уже знаем. Думаю, что прививку мы перенесем очень хорошо. Вообще, для него очень несвойственно, что он так долго сидит. Наверное, боится. Мейсон. Я его таким спокойным никогда не видела. Ну, видите, нам повезло. За дом он вам отомстит. Пока что ничего не делаем. В принципе, впоследствии его надо удалять. Но это под общей анестезией, поэтому пока ничего. А зачем удалять? Ну, а как любой поврежденный зуб, он может... Користи у них не бывает, но он тоже может испортиться, быть пульпит. И он воспалиться, может быть плюпит. Поэтому, в принципе, рекомендовано все равно удалять. А чем же он грызть будет? Им, он у вас не охотится на птичек. Вы же его не кормите. На мух только. На мух. С мухами можно и без кука. Дочку завести домой и обратно в оперный. Оксана надеется, что в скором времени в этот плотный график плотно вклинится еще и дача. Правда, соседи те же, что и на сцене. При желании этот дачный кооператив может даже гастролировать. До тех пор, пока электричество и воду не проведут. У нас есть дачный кооператив наш, театральный. Очень хорошее место. Вот мы все потихонечку его обустраиваем. Ждем, что нам, наконец, включат там электричество, воду. Потихонечку все это прокладывается. И коллектив там у нас такой прекрасный. Некоторые, вот как наш, например, певец Андрей Валенсий, он там уже как истинный кулибин сделал такую систему, что у него и вода есть, и огород поливается без электричества. Показал мне, я уже прям позавидовала, что мне тоже так надо. Если надо, то получится. Оперная дива, говорит, хорошо владеет не только голосом, но и своими руками. Если надо что-то сделать, а не только спеть. Я вообще все умею. И главное, что я люблю. Я люблю ремонты, я люблю что-то делать руками. Раньше я шила, вышивала. Теперь на это времени нет, но все равно я думаю, что, может быть, когда-нибудь я все-таки возьму эту иголочку и что-нибудь вышью. Какое-нибудь концертное платье. Сегодня вечером актриса участвует в том же спектакле, что и в «Метрополитен-опера» Евгении Онегин. Оксана, а знаете, который раз уже по счету в Евгении Онегине сегодня? Ой, нет, я не считаю. Мне страшно даже подумать об этом, потому что первый мой выход был на первом подготовительном отделении Академии музыки. Мне было тогда сколько лет? Восемнадцать. Именно Евгения Онегина? Именно Евгения Онегина. Это была первая роль. Я думала, что уже как бы надо прекращаться. Но нет, никто меня не освобождает почему-то. Признается, что ведет не совсем правильный образ жизни с точки зрения оперной певицы. Даже вот это интервью для многих артистов было бы просто недопустимым. Они в день спектакля до выхода на сцену молчат. Есть и менее обременительные нюансы подготовки. К примеру, не есть семечки, мол, царапают слизистую и влияют на голос. Как-то я съела целый пакетик, тут было дело. Но ничего. А еще плотно не кушать. Я помню, что один раз в этом спектакле я как-то немножко переборщила с ужином. Я понимаю, что мне не просто тяжело бегать, не тяжело дышать. У меня живут, бежал впереди меня. Это было очень плохое ощущение. Теперь я не повторяю таких подвигов. Ну это какие-то такие объективные вещи. А какие-то приметы там есть вообще? Оперный народ суеверный или нет? Не знаю, я не суеверна абсолютно. Но мне нужно обязательно выспаться. Вот как раз сегодня я проснулась в 5.30. И как я не старалась заснуть, я не заснула. Поэтому я боялась, что к этому времени я уже буду немножко такая вареная. Ну, вроде нет. По-моему, энергии достаточно. Не знаю. Батарейка работает. Сейчас уже такие выходы на сцену – это не волнение, но удовольствие. Характерный легкий трепет, конечно, всегда есть, но это уже не мешает. Тем более, когда по воле режиссера можно вполне легально полакомиться вареньем. И на сцене, и за кулисами. Ну, я его немножко попробую, пока никто не видит. А для чего? Ну, Ольга ест варенье. Мне его ставят на сцену, я его ем. И какое, как правило, варенье? Ну, для яблочное, для вишневое. Вот это я не могу понять, какое. Ну, да, кстати, спросите. Я вообще не знаю, откуда он берется, кто его приносит. Но, тем не менее, я его всегда с удовольствием на сцене ем. Самое главное, что вовремя нужно остановиться, сглотнуть, чтобы не помешало мне это пение. Но я никогда себе не отказываю в удовольствии, что-нибудь вес на сцене. У нас в Большом театре был спектакль, тоже Евгений Онегин. На первом акте выносили пирог, очень вкусный, мы его ели, с удовольствием. А во втором акте выносили торт, огромный, с кремом. И воду ввозированную. Я выходила со спектакль, ну, как будто бы поужинала. И вот жду, когда у меня будет спектакль, когда мне наконец дадут курицу брить. Многие таланты не находят в Беларуси возможности для раскрытия своего потенциала и уезжают. Оксана говорит, что идти по этому пути не собирается. Ей нравится жить в Минске и возвращаться сюда издалека. Прежде всего, из-за людей, которые ее окружают. Как счастлив я, я снова вижусь с вами. В чьих ваших видов искусствах от зоны. О, как он вскоре в день целый, полный день прошел в разлупе. Это вечности, вечности, обоих слов страшны. Буквально через пару дней Оксана Волкова покидает белорусскую столицу, чтобы радовать зрителей и слушателей в других уголках мира. И это, говорит оперная дива, нормально. Ведь именно состояние перемен и движения позволяет, если не покорять видимые другим новые горизонты, то расти над собой, что важно для любой профессии. И опера в этом деле не исключение. Это был обычный день с заслуженной артисткой Беларуси, мецо-сопрано Оксаной Волковой. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ